Опа! И снова здравствуйте! С вами Олег Аллат Гудвин. И мы начинаем, вернее продолжаем наш специальный массаж мануальный всего тела. Сразу с воздействием на костно-связочный аппарат, и сейчас мы рассматриваем ногу. Как я вам уже говорил, ягодицы относятся к ноге. И мы все движения делаем снизу вверх массажное, по зонам, а зоны развиваем сверху вниз. То есть у нас будут зоны ягодичное, бедро, икроножное, башцы и стопа с пальцами. Сейчас первый сет. Начнем с ягодицы. Как небольшой ноу-хау вам скажу, что голень мы не смазали, или не спереди, или если у вас масло закончится, чтобы вы, конечно, не бегали, но в данном случае у нас масло освещенное, использовано. Дополнительно я наливаю масло чуть побольше на стопу, чтобы потом, если что-то не хватило, со стопы сняли и размазывать там, где вам не хватило масла. Работаем и локтями в том числе, поэтому смазываем полностью руки с локтями. Значит, идем от общего к частному. Сначала все растираем быстренько. Растираем продольно. Ищем ногу вместе с ягодицей. Обратите внимание, здесь у меня все движения уходят вот туда, в паховую зону. Мы вводим лимфу туда, ближе к паховой зоне. Растерли вдоль, растерли поперек теперь. Постремить энергичными движениями, так чтобы слышал был шорох. Тут придется немножко присесть. И с ягодицей, в принципе, работаем точно так же, как и когда со спиной работаю, да. Если надо будет, но если у человека проблема, да, то надо будет еще и кресет захватить и поясничную зону. А так пока приступаем к разминанию кулаками. Хаотично свели, развели мышцы, поскручивали в эту сторону, в эту сторону, здесь, здесь, сбоку, не забываем. Лапы леопарда растерли, растерли вдоль всех мышц. Большая ягодичная мышца, она крепится вот тут вверх, бедра находится, но она крепится дальше. Если мы ногу приподнимем прямым, можете приподнять, отвести чуть-чуть в сторону и развернуть вот так, вот так вот держите. На весу можете держать? Вот она напряглась. Видите, вот до сюда она доходит. Буквально это получается вот бедро, где-то треть, верхняя треть бедра. Соответственно, отсюда мы ее разминаем и не забываем отдельно, если у человека проблема, да, то может место крепления отдельно еще проработать, пальчиками поглубже залезть и вот там вот прорабатываем. Далее, опять те же самое движение, три прохода вокруг верцевых метров костей, лапа леопарда, шестеренку вот такую запускаем, вторую и третью линию. Потом кулаком прямо жестко и глубоко заходим, вот так вот поперек всех мышц. То есть они вот так раз туда идем глубоко и прям чувствуем, как у нас эти мышцы по очереди перекатываются под рукой. По месту роста мышц, прямо где вот крестец, да, вдоль него, вдоль подвздошной кости. Вот так вот проводим. И далее вибрации. Снизу вверх, вот по линии роста мышц вдоль их. Второй рукой переделываем бедро, чтобы оно не укатилось в сторону. И здесь у нас, если частный случай какие-то, да, есть проблемные точки. Ну, во-первых, вот тут уже получается средняя ягодичная мышца, она под большой лежит там внутри, и малая ягодичная мышца. Вот их проверяем, болезнен или нет. Место крепления, то есть здесь, здесь, сверху, снизу, сверху, снизу проверяем, сверху, снизу. Потом вот эти мышцы, от крестца идет большая грушевидная мышца. Вот так, да, вот она часто прижимает седальщий нерв. И вот мы проверяем, седальщий нерв в норме, в норме, не болит. Вот сама мышца поглубже там залазим и прощупываем. Больно там или нет, напряжена она или нет. Там будет прям, как вот, как будто вы почувствуете, как пальчик такой внутри, такой жесткий прямо будет. Валик. Вот это тут мышцы тоже проверяем. Вот эту мышцу. Вот тут находится седальщий бугор. К бедру. Вот. Большой версии бедренной кости, да, а вот малой версии бедренной кости. Вот это седальщий бугор, на котором мы сидим. От него тоже идут мышцы вот так вот сюда. Все эти мышцы мы проверяем, прорабатываем глубоко. Седальщий нерв идет вот ровно здесь, посередине, получается, между расстоянием и по центру, да. Точка такая находится, ее тоже продавливаем и проверяем, болит, не болит. Если болит, то, соответственно, меняем нашу тактику действия. Если там вот находим вот такой мышечный тяж, да, то мы его также берем, залазим очень глубоко, скручиваем поперек в одну и в другую сторону. Можем его захватить и методом релизинга вот так вот натягиваем поперек, тянем, 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 тянем. И вот он как бы выкатывается потихонечку оттуда. Почувствовали? Он там получается, знаете, как будто там же фасции, каждая мышца в фасции. Фасция тоже может быть скомкана, да, они тоже могут быть спазмы. И мы как бы распрямляем эту фасцию, растягиваем, и она потихонечку, мышцы оттуда, из-под пальцев наших, выкатывается и расслабляется. Также можно ее и вдоль растянуть. Поглубже залазим и растягиваем вдоль. Следующий прием – это точечный прием. Если мы увидим, что болит человека, тянет, даже нога там чуть укорачивается, если эти мышцы тянут, то мы тогда эти точки вместе крепления проверяем, прожимаем на вдохе и проговариваем нашу формулу. Дышим, вдох, выдох. Животом медленно вдыхаем и выдыхаем. Представляем, что мы вдышим, как будто бы через эту точку идет вдох, расслабляющий и выдох. Мы понимаем эту боль, зачем-то она нам была дана, зачем-то нужна, но сейчас мы ее отпускаем. Мы посылаем туда любовь, любовь она излечивает, и после этого отпускаем с миром. Буквально минутка-две, и боль проходит. Также место крепления здесь проверяем, здесь проверяем. Проверяем еще вот так. Если нога не гнется, аккуратно до конца, но здесь вот совсем сильно. Человек еще немножко напрягается, напрягаются передние мышцы, четырехглавые. Но обычно вот тут, вот сколько какое расстояние получается, вся моя ладонь, да? После массажа расстояние укорачивается. Будет там четыре пальца, потом три пальца, на следующем сеансе, два пальца останется. Один палец, и наконец-то нога коснется ягодицей. У здорового человека, нога должна касаться этой ягодицы, противоположной ягодицы. Если вбук заводим, то должна опускаться на уровень вертелой бедренной кости. Значит, здесь вот есть некоторые проблемки, с которыми нам надо будет поработать. Если мышца очень жесткая, и прямо вот, ну, пальцем тут уж не залезешь, так кажется, пальцы поломаем, применяем, естественно, локоть. То есть берем прямо эту мышцу, растираем и поперек сбрасываем. Через боль, это больно. Если здесь мышцы, да, то тогда поворачиваем человека чуть боком, там не видишь, прям до конца бок ложится? Нет, не так, чуть-чуть, достаточно чуть-чуть. Вот, и тогда эти мышцы раздрабливаем и поперек срываем, или локтем. Вот, это наша работа с ягодицей. В следующем свете мы перейдем к бедру. А сейчас мы все будем отрабатывать на практике. Присоединяйтесь к нам и отрабатывайте вместе с нами. С вами был Олег Удивилов. Да, и мы продолжаем массаж ноги. После первой зоны ягодически переходим к бедренной зоне. Соответственно, стоим по центру этой зоны, да, чтобы наша точка донетельная была напротив рабочего места, вот от сил до сих. И условно делим пополам по оси эту зону на внутреннюю медиальную и внешнюю латеральную. Разминаем, ну мы уже рассолили, да, теперь разминаем внутреннюю часть отдельно, внешнюю часть, чуть-чуть присев. Теперь все вместе, скручивающим легким движением, как будто крапивку делаем, как в детстве, помните? Ну, мощно это глубоко. Теперь все вместе. Одна рука с одной стороны, другая с другой стороны. Добавляем локти и снизу вверх. Заметен, все наши движения идут снизу вверх. Теперь, пока стоим здесь, прокачиваем лимфу. Сейчас уже также поставили руки, инвертировали ладони друг к другу, да. Но если до этого мы делали быстро, растирались, да, то теперь медленно придавили, плотно. И вот таким медленным движением двигаемся выше и выше. Я даже, может быть, еще и быстро показываю. Потому что лимфа идет, течет у нас медленно. Кровь зависит от биения сердца, да, условно 60 раз, 60 ударов в минуту, да, значит, 60 раз за минуту она доходит до кончиков пальцев. А лимфа течет медленно, 1-2 см в минуту. Представляете, вот вообще вот такое расстояние, очень медленно. Очищаем весь организм. И теперь разворачиваемся вот так корпусом к этой ноге. И, ну, вот есть такое движение пальчиками. Отводим в сторону, да, по этой линии, идем и разводим мышцы в сторону. Здесь идет бицепс бедра. Бицепс – значит, двуглавая мышца. Вот тут она разделяется, соответственно. Две иголочки так пошли и сухожилиев идет к голени. Вот мы ее и раздвигали, это мышцы, да. Теперь лапа леопарда. Раздвигаем и сдвигаем. Одновременно. И сжали, и сжали, и сжали, и сжали. Да, это немножко болезненно. Напор снизил. Очень хорошие приемы для антиселитного массажа. Теперь вместе приподнимаем ногу. Кому-то бы не вы приподнимаете. Массажист приподнимает ногу. Но они нас не приподнимают, а как мясо от костей пытается поднять. И вверх протянулись. И вверх сухоль вибраций. И вверх сухоль вибраций. И вверх сухоль вибраций. И вверх. Теперь всю эту зону как бы раскачиваем вот так вот. Как змейку. Теперь лапа леопарда. Это быстро усыгрывающие техники. Просто ведем и туда уводим в паховую зону. Дальше смещаемся чуть назад. Полшага делаем. И переходим к икроножной мышце. Но об этом будет следующий сет. Сет номер три. А это был сет номер два. Сейчас мы будем все отрабатывать на практике. Если вы с нами. Если вы не с нами, переходите к нам сюда. До новых встреч. И так продолжаем делать массаж ног. Значит сделали первую зону. Вторую зону. Переходим к икроножным мышцам. Третья зона. И в каждой следующей зоне у нас включаются и предыдущие зоны тоже. Как вы уже заметили. Значит мы стояли вот так вот. Развернули. Плюс у года назад сдвинулись. Место крепления сухожилий. Размяли вот такими ножницами. Сначала здесь. 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 Пальчики по очереди. Один сверху. Два сверху. Три сверху. И перешли на всю икроножную мышцу. Растегнуть целиком. И опять же делим условно на две половины. Внутренняя медиальная, внешнолатеральная. Под коленей отдельно. Ладонями и пальцами. Подхватываем снизу по голени. Вверх идем. До пальчиков. Медленно. Так. Эротично. В этот момент одна рука остается. Внутренняя которая медиальная. Под щиколоткой. А вторая за ахиллосухожилия захватывает вот так вот. Тут она должна лежать между двумя холмами ладони. И вот мы расшатываем пятку. Видите как? И ахиллосухожилия растягиваем. Теперь ахиллосухожилия этой рукой зажали. Медиальной рукой натянули его за пятку. А вот этими костяшками пальцев обняли его. И массируем таким роликом. Дальше ролик поехал вверх. Смыкается в кулак. Всем кулаком видим вверх. Выше, выше, выше. Тут мы жмем, пропускаем эту зону. Потом опять можно посильнее. А вторая рука догоняет. И захват делает загольный. С той стороны. Здесь он уперся в седальшиную кость. А здесь он уперся в пятку. С этой стороны он получился такой захват. Вот видите, я ногу вот натягиваю. Тут есть точки акупунктурные. Точки долголетия считаются. Вот где большая берцовая кость заканчивается. Ну, не заканчивается. В гору камере. Коленки. Вот отсюда. От этой ямки. От этой ямки вверх идут вот три-четыре точки долголетия. Мы их прожимаем. И заодно вот за этот уголок мы захват делаем. Я не помню сколько их три-четыре точки. Вот они на нашем скелете. Вот получается бугорок, да? Отсюда они начинаются. Значит, еще раз показываю. Натянули пятку. Ахилловые сухожды согрели. Пошли вверх. Дели захват. И вытягиваем ноги. И переговариваем. Сейчас все будут. Ноги красивые, длинные. Иногда два сантиметра увеличиваются ноги. Ну, не ноги. Рост человека. У детей такое бывает. Теперь обоими руками, предплечьями раздавливаем всю ногу. Раздавливаем ее до конца. Да. Эта рука опять упирается в пятку. Эта упирается в седалищную кость. Разтянули. И заодно сделали себе тоже такую разводку. Плечи расправили. Где рука осталась, там делаем следующее движение. Поджимаем под коленку. Это за щиколотку. Разворачивать ногу вот так. Рука лежит мягко. Костью об кость не касаемся. Это больно, да. Поэтому старайтесь мягко, продольно положить на голень. Здесь поднимаем мясо вверху, придерживаем, да. А этой предплечьями растираем сбоку. Тут большая прямая фасция бедра находится. И с внутренней стороны, вот за кость, вот тут кость получается, да. Кость обходим, вот тут мякоть. Там, где мякоть, локтем уже прорабатываем. Снизу вверх, снизу вверх и вот до туда доходим. Теперь здесь спускаемся вниз по мясу. С этой стороны, обратите внимание, голень как бы развернуты чуть внутрь. Получается косточка вот эта вот большая мышца голени, да. В ней тоже растягиваем фасции. Либо этими костяшками, либо вот этими. Так вот жестко и медленно до конца доходим. Надо разворачиваются и этот локоть встает сюда. Движение, чтобы вы запомнили, вот такое вот. Локоть вперед, кисть назад. Ну, для этого нам нужно все-таки в другую руку перехватить. Соответственно, грудная мышца, ой, извините, грушевидная мышца, да. Она вот таким образом натягивается, вот мы ее растягиваем в сторону, да. А этим кулаком мы ее продавливаем. Вот вперед. Вот туда. Можно повыше подняться. А теперь средняя ягодичная мышца с этой стороны. Она нацеливается вот в обратную сторону, когда мы вот туда ногу пропускаем. Вот так вот и ходим. Туда, сюда. Если надо, проработать по-серьезнее, да, то прямо вот серьезно продавливаем. Теперь по бедру ведем, опуская голень вверх-вниз, 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 до вот этой точки, где между седальщиной костью и бедром, да. Все дальше, вверх-вниз, вот в него прямо впиваем, все это вот, тоже акупунктурная точка. Продавили их, положили ногу обратно, и мы оказались стоим ровно напротив голени, да, точка донетянь по центру. Теперь внутреннюю медиальную часть разминаем. Движения те же самые, что мы делали с бедром. Здесь размяли, теперь общее скручивание, оконечности у нас любят, когда идет скручивающие движения. Целиком их продавили. Вот так вот, нагнетая массу вот сюда, к подколенку. И еще больше, еще больше добавить сюда массы. Вот такими движениями. На саму складку не давим. Так вот, только чуть-чуть. Прямо к ней, к ней, к ней подгоняем люфу. И теперь отошли чуть-чуть к пяточке, да. Нога должна лежать ровно на бедре переднем. Поставь бы ногу. И теперь вот тоже самое. Раздавили, подхватили, раздавили, подхватили. Раздавили, подхватили, раздавили, подхватили. Доходим до конца. Оторвали мясо костей и проигрировали вперед. Восьмерки такие запустили. И теперь всю. Ногу, два леопарда растерли. Мощными энергичными движениями до пахлой зоны. Подготовили, можно считать. Дальше пойдет инфодренажная часть. Пальчиками впиваемся поглубже. И хаотично. Подставляем, как будто бы у нас дерево растет. Вот веточки распускаются. Очень глубоко заходим. Демохотические сосуды, они все ткани пропитывают. Поэтому надо сделать. Найти их как можно глубже. И, соответственно, видите, не быстро все делается. Медленно. Теперь включаются три лимфатические трубы Гудвина. Дело в том, что обычно, как бы лучше лимфатический массаж делать, подражая сократительной деятельности мышц. Лимфовую тему мышцы. То есть делают обычно вот так вот. Честно говоря, такой массаж, я не знаю, либо для совсем пожилых людей, либо для инвалидов с проблемами, мы все-таки делаем пожестче. Вот прямо двумя руками со всей силой сжимаем мышцы. И вот у нас одна рука обгоняет другую. Очень плотно. Потерпите, пожалуйста. И там гоняют другую по очереди. Доходим дальше. Теперь вторая лимфатическая труба Гудвина. Это мы ставим руки так, чтобы с каждой стороны было по пять пальцев. Вот так вот. Противируетесь на досуге. Сжимаем ногу сначала снизу, потом вверху. То есть нижние пальцы потом вверх нажимаются. Когда паучок такой ползет, это получается выжимка такая плотная. Не отлепляем пальцы и руки от ноги. Выжимаем все вверх. Вверх. Ну вот, доходим до сюда. Тут тоже все жмем, жмем. И лимфатическая труба Гудвина номер три. Делаем кольцо, которое может менять диаметр. И представляем, что мы как будто бы через консервную банку пытаемся продействовать. Даже может повыше подведку. Ногу, да? Просуну сначала мандарин, потом апельсин, потом грейпфрут, потом побольше грейпфрут и потом помыл. Продавили в консервную банку, все засунули. Дальше поднимаем ногу и ведем лимфу вот таким захватом. С двух сторон токон захватили. И так далее. Но можно несколько раз пройтись. И теперь отжимаем мясо от костей ладонями. Далее. Такой метод прищепка называется. Вот голень с двух сторон мясо к ней отделяем. И снизу вверх вот только по диагонали. Про диагонали. Проходимся вниз, 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 вниз. Всю голень пальчиками глубоко прошлись. Между мышцами стараемся пройтись. Тут мышцы три. Сбоку их видно. Я вот вам сейчас на такой модели покажу. Вот видно, да? Вот это икроножная мышца. Вот она разделяется. Видите? Дальше сухожили пошли. Вот это комбаловидная мышца. Она под ними находится. А это большая перцовая мышца. Вот мы между ними стараемся пальчиками раздавить это все. Пройтись ниже, ниже. Все. А дальше мы переходим к сету номер четыре. Об этом будет следующий видео урок. А сейчас повторяем все на живой натуре. Поехали. Продолжаем наш супер тренинг по специальному мануальному массажу и мануальной терапии. Сейчас проходим ноги. Вот мы сделали зону ягодиц. Раз. Зону два бедра. Зону икры. Зону декольта потом будем делать. И переходим к четвертой зоне. Это стопа, да? Голеностоп. Вот тут много маленьких косточек. Мы всю пятку и стопу пытаемся отодвинуть сейчас от берцовых костей. Плотно сжали с двух сторон. Промежуток между этими косточками. И вот сжимаем, вытягивая пятку вверх. Если присмотреться поближе, то видно, как она так поднимается. Подпрыгивает. Немножко. Далее. Уперли с коленом в бедро. А тут за пятку захватили и за стопу. И поднимаем вверх. Пытаемся отрывать стопу от голени. Теперь смешаем все сразу с точками, чтобы одинок не проходить. Надо вот эта косточка есть точка. Под косточка есть точка. Под вот этими маленькими косточками. Вот их продавили. Продавили, растерли вот это место сгиба. Улыбка дым плена. Согреваем. Согреваем. Эти зоны одновременно делаем. Время экономить. Зоны отвечают за головую сферу. Теперь, где кожа меняется. У стопы от ноги. По этой линии идут точки акупунктурные. Также продавливаем. С этой стороны идет как раз позвоночник. Здесь копчик, крестец, поясница пошла. Вот спина, вот шея, вот череп. Вот как раз эти точки с двух сторон продавливаем до пальцев. Теперь захватили голень, а стопу вот таким хватом, как ракетку теннисную, маленького теннисового хватания. И пятку придерживаем. И быстро все это энергично раскрутили. В одну сторону и в другую сторону. Теперь захватили место соединения стопы. И также раскрутили. И в ту и другую сторону. Теперь захватили за пятку. А тут за всю стопу пятку отдельно раскручиваем. Захватили чуть повыше. Раскручиваем теперь вот эту часть. Это вот что мы делали. Давайте посмотрим на стопы. Соответственно, вот здесь мы растягиваем. Упирались вот в эту систему. Потом точки у нас были. Вот над этой косточкой, под этой косточкой. Здесь тоже над косточкой, под косточкой. Упирающих тоже можно нащупать. Раскручивали. Вот отдельно вот этот сустав, вот этот сустав. Потом брали за пятку вот этот сустав. Вот видите, еще ряд косточек идет. Брали за них и вот эти суставы раскручивали. То есть раскручивали все суставы. Теперь будем раскручивать отдельно большой палец от всех остальных. родUND cry. Расшатываем два-другая. Я ламп breathe. чувствовали все суставы, вот взяли, да, и крутится не один сустав, а вот все три, сколько там есть, да, вот их дно уходит. Еще одну линию нарисовали, еще линию нарисовали, покрутили, еще линию, крутили пальчик и теперь будем их щелкать. Соответственно, берем за палец вот такую петлю делаем и как за голову подвешиваем повешенного вверх, выдергиваем. Большой палец выдергивается вот так, под прямым углом и относительно вот этой вот косточки, параллельно ей, да, выдергается вверх. Теперь вот эта косточка, да, как он там называется, бульгарис, вальгус, вальгус, вот это откуда образуется, из-за того, что плюсливые кости вот эти вот, они выходят в сторону, вбок, да, и палец разворачивается внутрь. То есть, вот, она расширилась, да, здесь, и палец развернулся вот сюда. Сустав сразу вылазит сюда, вылазит. Когда проблема давнишняя, мысли ничего не сделаем, тут уже наросты кости не появляются. Если это произошло недавно, то, в принципе, можно палец поставить назад. Мы должны упереться вот в эту косточку именно, да, плотно зажав ее, палец раскачиваем, раскачиваем, вытаскиваем и одновременно поворачиваем сюда. Вытащили, повернули. По маслу тяжело это будет сделать, поэтому вот берем хотя бы какую-то салфетку, тряпочку, там, платок на свой можно взять. Вот, как ее найти, вот это место, когда вы сгибаем, там ямочка, где ямочка, это сустав. Значит, нам надо сустав обойти с этой стороны, вот, на выступ, поставить палец, указательный, вот, плотно держим стопу, да, теперь большой палец, раскачиваем, 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 и выдергиваем, и в ту сторону, на свой указательный палец. Далее смотрим плоскостопие у человека. Давайте сначала разомнем, разогреем, да, стопу. Вот есть такой естественный изгиб, да, у стопы, куда достаточно естественно входит овал нашей руки. И вот очень удобно за это место, между роллингом растереть, так мягко получается, нежно. Потом прохлопали всю стопу, простучали, за пятку, вот как бы от костей мяса отделяем, схватились, лапы леопарда отбирали мясо, с боков тоже, с этой стороны пятки, даже стерли костяшками пальцев всю стопу. Если заметили, я опять делаю от пальчиков ног вниз, вернее, вверх к тазу, немуфугольную сторону, не забываем. Ну, точек много на стопе, все мы проходить не будем, да, это вот как бы китайская медицина, нас сейчас не очень интересует. Просто скажу, что вот это половая часть, да, это получается средняя желудочно-кишечная часть, это грудная часть, эта часть к голове относится. Здесь кишечник толстый, и мы как бы всю стопу делим условно на клеточки такие. И вот каждую эту клеточку продавливаем, прожимаем, любым способом, можно вот одним пальцем, да, методом шарцу, то есть в винчу, сколько было, можно двумя пальцами сразу одновременно. Можно вот раздавливать их в каждую точку, да, болезнь, болезнь это значит, кишечник немножко страдает. То есть там, где больно, вот, это как раз кишечник толстый, это говорит о симптомах, то что что-то там не так. Есть вообще для этих массажей вот такие вот палочки, тайские. Можете выбирать там какую точку потолще промясть, какую точку помягче промясть. Также точки находятся на всех фалангах пальцев. Палец заканчивается вот здесь. Вот они на самом деле, где сгибаются пальцы. Они вот здесь, как ноги думают, да, и под вот этим пальцем тоже есть точки под большим пальцем, под мизинцем. Кто переживает пальцы свои, да, чтобы не трогали, если у кого ногти, да, можно вот такими палочками воспользоваться. Ну, в принципе, у них никакого фокуса нет. Вот такие палочки можете и сами изготовить или какую-нибудь ручку толстую купить. Ну, в общем, любым способом продавили, да, все эти точки. И теперь смотрим. Вот так продольного плоскостопия, ну, в данном случае оно есть в второй степени, да, вот так поперечного плоскостопия, здесь вот так смотрим, оно тоже есть. Как проверяется? Если соприкасается мизинец с большим пальцем, то, соответственно, оно есть. Вот видите, его нету. Если они должны соприкоснуться, значит, нога здоровая. Здесь уже, видите, больно дальше, да? Человек держится, видно. Значит это, что какой-то из этих трех пальцев, он сюда вот вышел больше, может быть от обуви, может быть еще от чего-то. Вот эти пальцы, значит, мы берем вот в этом месте, где суставы находятся, и расшатываем друг относительно друга. Тут расшатали, здесь вот расшатали, здесь расшатали, здесь расшатали, размяли их. Там, где они крепятся к плюсевым костям. Растянули их побольше друг от друга. В данном случае я чувствую, что все три пальца выпирают. Они должны быть глубже. Относительно мизинца и большого пальца. Вот это, наверное, потом и бывает на тот тошеве. Да-да-да, потом на тот тошеве могут быть. Достаточно такие жесткие, от них потом тяжело избавиться. А, ну еще забыл сказать, что вот тут вот бывает часто этот... Шпора, так называемая. Вот видите, на этой косточке есть выступ. Вот, видите, такой острый. От него идет сухожилие. И шпора, по сути, это остеофит. Ну, кальций отказывается, да. Он как раздает на это сухожилие, поэтому больно, больно наступать. Я хотел себе тоже это видеть. Вот поэтому для профилактики берем вот эту точку, да, вот этот уголок лопатки. Отдельно его растираем и проминаем прямо в эту точку. Проминаем так жестко, глубоко продавливаем. Так, теперь по поводу вот этого плоскостопия. Значит, держим ногу, чтобы пальцы не соприкулим. Берем салфетку. И упираемся в каждый палец. Сначала во второй, да, уперлись. Свои пальцы прямые делаем, да. Они к инструменту вот. Второй рукой надавливаем на него. Вот такой вот инструмент. Раз. Бывает так больно, люди прям кричат. На третий палец вот этот на этот ставлю. Раз. На четвертый ставлю. Такую руку ставить, в принципе, не важно. Можете и этой рукой заменить вот на четвертый. Вот только свои пальцы выпрямили, чтобы было прямое нажатие. Всегда пытаемся держать прямой угол у стопы и у колена. Вот все пальцы продавил. Хруста в данном случае не было. Ну, проверим. Теперь горшот с указательным... Ой, сметите за... Не сходится до конца, но уже расстояние короче. Уже меньше, да? Значит, не за один раз это все нам вылечим. Наши пальцы еще дополнительно. Продавим туда. О, что-то хрустнуло. Все, все. Отдохнем, отдохнем немножко. Теперь сухожилия, поднимающие пальцы с этой стороны. Растираем их. Давай тут же. И продавливаем. Еще растерли вот между пальцев вот эти перепоночки, да? Нягко, так нежно. Сбили подсознание с панталыку. Она успокоилась, она незаметно. Пронажимали. Ну, потом понажимаем. То есть вот нажимаем вперед вдоль стопы, да? И вот туда, вперед, нажимаем эти пальцы. Хорошо, и можно чуть вбок нажать. Вот сюда. Теперь мы же расшатали вот эти вот суставы, да? У плоскостопия поперечного получается, что вот эти кости опущены вниз. Вот эти косточки, да? Вот мы на них и должны надавить. Во-первых, тут часто бывают... Эти... Вот они надеваются, да? Возоль. Хватки, хотел сказать. Судороги. Судороги, да. Да, это вот эти сухожилия, да? Вот их надо разминать, растягивать. Когда ногу сводит. Когда ногу сводит. И два пальца обычно вот. Два пальца. Вот этих, да? Да, да, да. Обычно вот эти два пальца. Да, вот эти два. Это чаще всего. Там болезненно будет, да? Через боль, через боль мы их растираем. И теперь ищем косточку. Вот она. Есть эта косточка. Вот ее продавливаем. Вообще, при лечении плоскостопия у людей бывают настолько запущенные стопы, настолько они в страшную форму превращаются в кривые пальцы. Вот такие. Тут кости торчат, понимаете? С боков торчат кости. Там придется работать очень сложно и долго. Для этого иной раз используются специальные методы. Сейчас я вам покажу. Плоскостопие. Секундная пауза. Больно, зато потом, знаешь, как будет легко. Сейчас еще чуть-чуть. Мы поехали. Так. И вот, значит, если мы конкретно плоскостопие уже будем лечить, да? Разбить все вот эти вот суставы, их запостенелость вот этих всех, да? Ну, тут их изучать отдельно по косточке не особо нужно. Там таранная, ладивидная, убавидная кость. На этом не заморачиваемся. Значит, у каждого массажиста настоящего должно быть в запасе бита. Будем бить. Чтобы было не больно, ногу кладем, во-первых, на мягкое, да? Во-вторых, через какое-нибудь полотенчик. И пробиваем вот эти вот суставы. Пока терпимо. Можем потом посильнее. Ямка где-то, да? Нет, посильнее не мало. Нет, не где ямка. Вот в это место я стучу. В это место. Угу. Эффект такой, что за счет сыпучести ямка проникает гораздо глубже. в ткани. Ну, так же вот можно вот эти пальцы, которые мы лечили, вот поясним коточкам постучать, да? И с другой стороны. Ну, в этом коде просто не получится. Так. И теперь делаем вот такой захват. Нашли, ну, размяли эту кость. Вот одна косточка. И вторая. Вот одна, одна, вторая, да? Сюда упираемся, соответственно, к кости указательного пальца, вот этой плотной, да? Ногу везде держим в прямой угол. Эту руку тоже я придерживаю лодыжку, видите? Чтобы вот никуда ничего не съехало. А эту стопу... О, нет. Наташа, не напрягайся, не напрягайся, расслабься, расслабься. Не понимаю, немножко боится. Ну, ничего. Я просто продемонстрирую. И вот, соответственно, нагибаем ногу на свою косточку. Вот эту пальцу вот. Раскачали, раскачали. Похрустываю чуть-чуть. И раз. Потом нижнюю косточку взяли. И два. И вот таким способом. Теперь в обратную сторону распрямляем пальцы. Растягиваем ахилло-сухожилие. И ахилло-сухожилие растираем. Так, чтобы она согрелась. И все. И кругом вниз, вниз, вниз. Все наши движения. Обстановку вниз. Климфу гонит. Туда. Ближе к паховой зоне. Так. Всю стопу, в принципе, уже размяли, да? Постучали. Еще раз вот эту зону прокачали. Поднимаем, как бы, стопу за пятку и за стопу. На своих перепонках вот этих, да? Как, знаете, такой микрофончик вот. Микрофоны, знаете, такие на пружинках висят. На резиночках таких. И когда поднимаем, раскачали. Вот я приподнял, да? По восьмерке. Влево-вправо. Вперед-назад. Во всяком вот раскачали. Потянули. И теперь вправляем сначала колено. Руку кладем в трамскатку под коленную, да? Под сорок пять градусов рука входит. Рука входит как стрела. Прямая. Вот опять этой косточкой упираемся, да? Против локтя. Вот одна прямая линия. Не так, не так, не так. Угибаем. Вот почему надлом. Наша рука практически почти вдоль бедра лежит. Ну, а точнее вдоль бедра она и лежит. Потому что бедро-то, на самом деле, расположена кость бедерная. Идет не прямо, а она идет вот так вот она идет. Вот у нас под таким углом расположена наша рука. Вот, накачиваем, накатываем на свою руку, ногу. Коленку дополнительно размяли. И одновременно обоими руками идет вправление. Все, 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 расслабились. Теперь руку перетянули на бедро. Здесь перетянули на экватор стопы. То есть, по самой верхней, да, центр. И пяткой. Да? Не получается. Человека пяткой нагняться. Блин, как он прям прям ближе уже. Да, прям прям. Гораздо ближе, да. Посток прям целого. Да, такое же состояние, да. Здесь насколько ближе уже. Так уже боится. Ладно, ладно, я сейчас аккуратненько. Вот, упираемся пяткой в свое предплечье, чтобы оно не съехало, да. А здесь вот продавливаем вперед. Вот туда. О! 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 Человек упрекается, боится. Главное, не получится. Так, отдохнем. Вот. Это был сет номер четыре. Дальше будет сет номер пять. Завершающий для ног. А мы приступим к отработке наших мануальных техник. Если вы еще не с нами, то зря это делаете. Переходите сюда, и мы вас сильно научим. С вами был. Аликалав. Будем. Поехали. Поехали. Поехали.